Мероприятия по совершенствованию деятельности подразделения специального назначения реализуются в Министерстве внутренних дел целенаправленно. Только в течение последних трех лет в эксплуатацию введено 16 новых объектов, одним из которых стал современный многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для подготовки и обучения ведомственного спецназа МВД России по Рязанской области. На строительство комплекса понадобилось два с половиной года, и теперь он позволит существенно расширить функциональные возможности для подготовки спецподразделений, дислоцированных в Центральном федеральном округе. Чтобы ознакомиться с расположением, оборудованием и возможностями созданной учебно-тренировочной базы, сегодня в Рязань прибыл генерал армии Виктор Золотов. Ни для кого не секрет, что бойцы ОМОНов, СОБРов, при выполнении ими служебно-боевых задач, их служба сопряжена с риском для жизни и здоровья. И поэтому им необходимо совершенно перешлифовать, повышать свое служебно-профессиональное мастерство. Для этого построена эта база. Хочу сказать, что в 1994 году, с момента своего создания, практически, в 1995 году, с 1994 года бойцы подразделений в составе сводных отрядов СОБР и ОМОН Рязани принимали активное участие в штурме Грозного. В 1995 году освобождали заложников больницы города Буденовска. В 1996 году принимали участие в освобождении сводного отряда, который попал в засаду в городе Грозный в площадь мину. И все дальнейшие их действия сопряжены к большим риску. И хочу пожелать бойцам при выполнении служебно-боевых задач, чтобы они возвращались домой, и все это живыми и здоровыми к своим семьям. Пожелать им удачи и всего самого доброго. На территории базы, которая занимает площадь более 8 гектаров, расположены объекты, позволяющие круглогодично проходить обучение и тренировку, при этом отрабатывая любые ситуации, с которыми спецназовцы сталкиваются в своей профессиональной деятельности. Для нас это действительно масштабное событие. Ведь успешное выполнение поставленных перед нами задач, но напрямую зависит от качества наших тренировок, от качества нашей подготовки и, соответственно, от места, где мы сможем тренироваться. Как раз большим плюсом данного полигона является, во-первых, теперь он наш, мы в любое время можем им воспользоваться. Во-вторых, все условия, необходимые нам как для индивидуальной подготовки каждого сотрудника, так и для подготовки подразделения в целом, они здесь созданы. Ну, сегодня вы уже видели, как работают подразделения, ну, немножко перечислю, то есть по сдержанию преступников на автотранспорте, по освобождению заложников, как работают штурмовые группы в здании, высотная подготовка, боевая стрельба. Я хочу сказать о том, все то, с чем мы можем столкнуться в реальной жизни, у нас теперь есть возможность, ну, здесь отработать. Бойцы и сотрудники спецподразделений ОМВД России по Рязанской области и других специальных отрядов правоохранительных органов региона провели демонстрацию действий по обучению на объектах полигона. Сотрудники продемонстрировали задержание преступников на блокпосту и обезвреживание вооруженных бандитов, укрывшихся в жилом здании. Состоялась демонстрация действий по задержанию автотранспорта с преступниками и тактические упражнения сотрудников СОБР. На завершающем этапе сотрудники показали элементы высотной подготовки. На торжественной церемонии Виктор Золотов подчеркнул, что проведение учебно-методических сборов и тренировок – это не прихоть и не демонстрация силы, а необходимый элемент совершенствования подразделений и оценки их готовности к выполнению поставленных задач. Сегодня показательное поступление к своему сельству продемонстрировали не только сотрудники ОМОН и СОБР, но и коллеги спецназа и федеральных служб в исполнении наказаний и контроле за оборотом наркотиков. Считаем, что сотрудники, принимавшие участие в показательных выступлениях, действовали слаженно и на высоком профессиональном уровне. Замминистр вручил награды сотрудникам спецподразделений. Главный федеральный инспектор Владимир Сарафанов поощрил работников строительно-подрядной организации, благодаря которой был возведен этот комплекс. А начальник у МВД России по Рязанской области Николай Пелюгин поблагодарил руководство МВД Российской Федерации за поддержку инициативы строительства и помощь в реализации. Мне, конечно, хотелось бы поблагодарить наше руководство. База прекрасная. Хотел бы заверить в минировой армии золотом, что все спецподразделения управления внутренних дел по Рязанской области оправдают оказывание доверия. Все поставленные перед нами служебно-боевые задачи будут выполнены. Спасибо большое. По итогам посещения учебно-тренировочной базы генерал армии Виктор Золотов провел рабочую встречу с командным составом спецподразделений УМВД по Рязанской области, где обсудили актуальные вопросы развития ведомственного спецназа.